Здравствуйте! В эфире Обзор Прессы. Как обычно, мы расскажем о самых важных публикациях прошедшей недели. Опыт Чувашии советует изучать другим регионам. Советует не абы кто, а полномочный представитель президента страны в ПФО. Советская Чувашия рассказывает о заседании Совета Приволжского федерального округа, прошедшего в Перми. Участие в нем принял и глава республики Михаил Игнатьев. В рамках заседания проводилась выставка лучших региональных практик социально ориентированных некоммерческих организаций. Представители Чувашии делились опытом проведения массовых зарядок с элементами фитнес-аэробики в городах и районах. Глава Чувашии Михаил Игнатьев высказал уверенность, что взаимодействие социально ориентированных НКО и органов власти способствует популяризации массового спорта. А Михаил Бабич подчеркнул, что опыт Чувашии по проведению массовых спортивных праздников достоин изучения и внедрения в практику в других регионах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чувашии завоеванное годами доверие к партии оправдывать предначертано четырем кандидатам в Государственную Думу. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова, секретарь регионального отделения партии, заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов и депутат Чебоксарского горсобрания Николай Владимиров примут участие в выборах по партийному списку. А глава Чебоксар Леонид Черкесов будет представлять Единую Россию по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу. Газета отмечает, из 225 одномандатных округов по стране, в 18-е Единая Россия решила не выдвигать своих кандидатов. В их число вошел и Канажский избирательный округ. Это историческое решение объясняется стратегическими интересами страны на внутриполитической арене. Если на выборах в российский парламент требуется пойти на такой шаг в интересах государства, соблюдая партийную дисциплину, то возражений быть не должно, прокомментировал такое решение Николай Малов. В целом, подводя итоги съезда, нельзя не отметить важнейшие принципиальные решения, поделился своими впечатлениями с нашей газетой Леонид Черкесов. Утвержден список кандидатов, кроме того, делегатами был утвержден программный документ, фактически определяющий векторы развития страны на ближайшие пять лет. Президент России на съезде акцентировал, что Единая Россия – это реальная политическая сила, в которую верит избиратель. Необходимо и дальше работать всем вместе, чтобы оправдывать это доверие. На карте стройиндустрии Чувашии появилось еще одно крупное промышленное предприятие. Газета «Грани» рассказывает об открытии Чебоксарского домостроительного комбината – очередного уникального производственного комплекса, построенного в Новочебоксарске, при участии военно-промышленного банка. Издание напоминает, меньше года назад в Новочебоксарске под фундамент будущего завода была заложена памятная капсула. И вот ко дню республики, как обещали, завод был запущен. Чебоксары станут первым городом в Поволжье, где начнут очищать сточные воды. Российская газета сообщает о запуске комплекса по обработке осадков сточных вод. Объект стоимостью около 250 миллионов рублей начали строить в 2013 году на деньги Международного банка реконструкции и развития. А главным результатом реализации проекта станет большой шаг к сохранению окружающей среды. Газета рассказывает, конечным продуктом водоочистки станет обезвоженный и листый осадок, который найдет применение при благоустройстве городских территорий и в сельском хозяйстве. Между тем, в Чебоксарах готовятся к запуску туристического общественного транспорта. МК в Чебоксарах рассказывает о постановлении, которое подписал глава столичной администрации Алексей Ладыков. В документе, в частности, утвержден перечень маршрутов, по которым будут ездить специальные автобусы и троллейбусы. В рамках маршрутов будут предусмотрены специальные остановки для того, чтобы прогуляться и пофотографироваться. О сроках запуска такого общественного транспорта власти сообщат дополнительно. Обзор прессы следит за развитием событий. Увидимся через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!